Дендрактонус валенс Рыжий сосновый лубоед широко распространен на территории Северной и Центральной Америки. Северная граница его ареала проходит по южным штатам Канады. На юг он продвинулся до территории Гондураса и Гватемалы. С середины 90-х годов прошлого века дендрактонус валенс наблюдается в северо-восточных регионах Китая. Караеды рода дендрактонус нападают на физиологически ослабленные крупномерные деревья. В периоды массовых размножений жуки приводят к гибели и здоровые деревья. Вид наносит физиологический вред, окончательно приводя деревья к усыханию и гибели. Технический вред незначительен, поскольку его ходы очень незначительно углубляются в поверхность слои древесины, питаются заболнивым и слоем кэмби. Свежие внедрения жуков под кору видны по буровой муке, рыжим опилкам. В нижней части ствола появляются смоляные натеки и смоляные воронки, рыжевато-розовые капли смолы с опилками. Старые воронки – желтые, побуревшие, твердые. Наибольший вред наносят личинки. В США вредоносность дендрактонус валенс ниже, чем в Китае, куда его в конце прошлого века занесли с упаковочными древесными материалами. Из-за отсутствия естественных паразитов, хищников и болезней, Караед дал вспышку массового размножения в четырех провинциях. Самые значительные атаки происходят в провинции Шинси на высотах от 600 до 2000 метров над уровнем моря. Эти лесонасаждения были повсеместно высушены с целью уменьшения эрозии и предотвращения смыва плодородного верхнего слоя почвы, миллионов тонн буквально, в реку Хуанхэ. Там на площади более 500 тысяч гектаров была высажена сосна Пинус табулиформис. И от этого вида дендрактона погибло более 6 миллионов деревьев этой сосны. Взрослый жук рыжего соснового лубоеда от 6 до 10 миллиметров длиной, красновато-коричневого цвета. Да, из всех короэдов это как бы гигант. Как и наш дендрактонус Миккенс. У него предельная у нашего Миккенса 9 миллиметров длина, у Валенса доходит до 10 миллиметров. Наш Миккенс, в отличие от Валенса, хотя они внешне чрезвычайно похожи, у него другая биология, излюбленная порода Миккенса это елия, в то время как дендрактонус Валенс повреждает исключительно сосну и очень в редких случаях, когда его очень много и есть нечего, способен внедряться в другие хвойные. На усыхающих деревьях жуки прогрызают отверстия на высоте до двух метров от поверхности земли и делают ход в коре. Когда ход достигает слоя камби, жуки приступают к спариванию. Затем самка прогрызает маточный ход, идущий в продольном направлении всегда, по одной из сторон которого самка кучками откладывает яйца. Жуки продолжают дальше прогрызать ходы, а вылупившиеся из личинки прогрызают во флоеме и камбе совместный так называемый семейный ход кормовой. По мере питания личинок полость заполняется смолой, смешанной с опилками. Через два месяца личинки окукливаются. Каждая личинка старается сделать себе отдельную куколочную колыбельку. Яйцо дендрактона цилиндрическое, закругленными краями, блестящее и непрозрачное. Размер яйца 1 мм в длину и 0,4 мм в ширину. Личинка белая, безногая, с коричневой головой и вершиной брюшка. По мере роста по бокам у личинки появляются бугорки бледно-коричневого цвета. Личинка достигает 12 мм в длину. Куколка белого цвета, свободная, у нее хорошо заметны антенны и зачатки ног. Идентификация короедов рода дендрактонус проводится по морфологическим признакам имага. По имага они лучше различаются. Ну, например, по строению булавы усиков, по характеру пунктировки ската над крыльей, По строению головы бывают ямки на лбу, характер расположения волосков на голове, особенно на лбу и теменной части. Со стволовыми вредителями возможна борьба химическим способом, но на больших площадях эффект низкий. Насекомые ксилофаге ведут жизнедеятельность под слоем коры, куда очень трудно внести инсектицид. Поэтому в лесах предпочтителен биометод. Скажем, близкоростенный вид, обитающий на территории Европы, Сибири и Дальнего Востока, дендрактонус микенс, это большой еловый лубоед, его успешно пожирает хищный жук Ризофагус грандис. Исследования, которые проводились в Китае, показали, что этот хищник успешно также уничтожает дендрактонус валенс, существенно снижая его численность. Зараженные вредителем деревья уничтожают. Продолжение следует...